Итак, вот наши три вентилятора. Ну, явным лидером здесь, по идее, должен быть Deepcool. Следующий, шеститрубочный Nooname Stalbao. Ну, кстати, вот все на снеговиках показывают, что данные лепестки радиатора это всё фольга. Здесь, кстати, надо сказать, по жёсткости они не уступают, а может быть даже и превосходят Gamax 400. То есть, они на ощупь жёстче. Ну, и такой вот, да, здесь тоже, вот здесь вот по жёсткости сравнимо вот с этим. То есть, у Gamax менее жёсткие. Это самая дешёвая модель от Bequiet германской фирмы. Здесь уже, в отличие от этих двух, идёт непрямой контакт, здесь идёт площадка. Но, по заверениям производителя, трубки там запаяны. Что должно сказаться на тепловыделении. Ну, и есть у нас такая вот коробочка, которая говорит нам о том, что здесь у нас установлен 92-миллиметровый пулер. Кстати, поправка вот в этом, тоже 92, да, то есть Rock Slim от Bequiet. Пуророк Slim, он рассчитан на охлаждение процессоров с пакетом до 120 Вт. Что, в принципе, подходит для нашего X5670. Напомню, энергопакет 95 Вт. Итак, в каком порядке будем тестировать? Будем тестировать от предполагаемого аутсайдера до предполагаемого лидера. То есть, первый у нас будет Bequiet. Как ни странно, я считаю его аутсайдером. Все-таки не прямой контакт. Все-таки, ну, вентилятор меньше, чем здесь. А потом будет китайский Nane. И потом будет у нас Deepcool термопасту. Продолжаю использовать Snowman MTG5. Буду запускать тест Limpak. Итак, поехали. Первый устанавливаем Bequiet. Комменты по Bequiet. Первое. Смотрите, здесь нет виброкомпенсационных вот этих кругляшей, которые у нас стоят на Galaxy. Что странно, потому что Bequiet, он, собственно, по названию бренда, она себя позиционирует, в первую очередь, как малошумное устройство. То есть, производство радиаторов с наименьшим коэффициентом шума. Это первый момент. И второй момент. Если вы покупаете его для 1366, он не установится на него, потому что вот эти вот скобки, они предназначены для десктопных Intel. Сейчас на скидку не могу сказать, какой этот сокет, потому что по десктопам я не силен, я не знаю. Я уже довольно долгое время, лет 5 или 6, пользуюсь чисто ксенономами. Я только могу сказать, что вот это крепление, которое идет стандартное, оно не подходит под 1366 сокет. Поэтому было решено все три радиатора крепить на вот такую вот рамку. То есть, тест будет проводиться максимально. Итак, первый прогон линдпак. Я поставлю короткие промежутки, 5 минут. Отменил из-за, сами видите, из-за того, что температуру на некоторых ядрах достигли критического максимума. Дальше продолжать тест я не рискнул, потому что это чревато выходом из строя своего процессора. Ну, то есть, выводы такие. Данный кулер, то есть, Be Quiet Rock Slim для Xeon оказался маловат. Значит, в процессе он достиг максимального значения, как вы видите, 2163 оборотов. Но, к сожалению, это не помогло ему сбить температуру. В простое, да, вот как сейчас после теста, температура у нас самые холодные ядроид 37, самые горячие это 45. Вот. И обороты у нас на уровне 1450. Окей. Да, ставим дальше следующую китайскую башню. Итак, закончили тест линдпак 5-минутный для нунейм башни китайской. И, как вы можете видеть, результаты намного лучше. Во-первых, тест прошел. Во-вторых, температура у нас, самое горячее ядро, вот это вот Core 090, достигла температуры всего лишь 90 градусов. Традиционно, самые холодные ядра Core 2, Core 3, 85-84. Температура простой, вы можете видеть здесь, сравнить его с теми температурами, которые показывал Be Quiet. Значит, в процессе разгона колер достиг своего максимума, то есть 200-100 оборотов, этот вентилятор более эффективный, чем Be Quiet Rock Slim. Попробуй найти его аналог на экспресс, если найду, ссылочка будет в описании. Также по шумам я делал замеры. В середине теста линдпак, Be Quiet и в спокойном состоянии. У линдпака показатель 45 дБ, без нагрузки, в спокойном состоянии 42 дБ. У этого кулера в линдпаке показатель 46 дБ и без нагрузки 43 дБ. То есть по шуму эти кулеры практически одинаковы, то есть разница в 1-2 дБ. На очереди у нас Гамакс. Итак, закончился 5-минутный тест линдпак для Гамакс 400. В процессе теста была выявлена одна ошибка, но данным фактом можно пренебречь. Итак, результаты отличные. Максимум самого горячего ядра у нас 80 градусов. По остальным ядрам мы вообще за 80 градусов не вылезли. И по сравнению с тестом Гамакс 400 на еще старой термопасте MX4, вот эта вот разница, но правда там была закрытая крышка, вот эта разница составила около 8 градусов. Я хочу сейчас крышку закрыть и еще раз прогнать тест, чтобы посмотреть уже разницу, которую дает термопаста. Но получается, что победитель в данном тесте Гамакс 400, причем безоговорочный победитель, потому что результаты налицо. Значит, в процессе теста у нас 120-мм вентилятор скрутился до своего максимума 1500 оборотов. Шум в середине теста Лимпак составил значение 46 децибел. Это тот же самый показатель, как и для Нунэймбашни из Китая и Биг Вайт. И без нагрузки также 43 децибела. Итак, сейчас еще раз прогоним тест, но уже поставим крышку на место, то есть посмотрим разницу именно в термопасте, то есть если она. То есть MX4 VC MTG 5 от Snowman. Итак, закончился тест с закрытой крышкой. И как вы можете видеть, вот здесь максимум температур, который достиг по сравнению с MX4, здесь разница в пользу MTG от Snowman в... Ну, разница составила 3-2 градуса на ядро. То есть вот этот показатель с MX4 был 87, сейчас он 84, да, вот этот вот был, по-моему, 84, сейчас он 81. Ну, то есть в среднем где-то вот по холодным ядрам тут разница 2 или 3 градуса, да, самое большое, вот это самое горячее ядро, это разница в 3 градуса. Напомню, что у MX4 теплопроводный заявлено на уровне 8,5, у MTG от Snowman 14,3. По цене сейчас тюбик MX4 4-граммовый стоит, по-моему, около 500 с лишним рублей. Этот тюбик я купил за 300 рублей, 10-граммовый тюбик вот этой MTG-5, ну, он уже MTG-10, да, он стоит 500 рублей. То есть при вдвое меньшей разнице, в принципе, эффективность вот по тесту чуть более лучше даже показывает, чем MX4 от Articooler. Вот на этом все, всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok